Ласточкино гнездо, так называл свой дом отец Германа Титова Степан Павлович. В этой небольшой избушке семья будущего летчика-космонавта, герой Советского Союза, прожила 13 лет. Здесь прошло его детство и юность. Вторую жизнь дому подарили земляки Титовых. Восстановили буквально за 4 месяца, благодаря средствам краевого бюджета, сохранив при этом первозданный вид. Поменяли сгнившие от старости нижние венцы дома, укрепили фундамент, заменили крышу и фасад дома. Накренившиеся стены перестроили, но главное, дух семьи Титовых, живших в этом доме в 60-е годы прошлого столетия, удалось сохранить. В день рождения космонавта 11 сентября дом-музей откроет свои двери для посетителей. Мы надеемся, что в этом доме, мы даже не просто надеемся, мы убеждены, что здесь будет жизнь очень кипеть, бурлить, происходить разные события, мероприятия, интересные интерактивные экскурсии мы планируем для ребятишек проводить. Этот патефон принадлежал Герману Титову, которого в детстве отец настойчиво приучал к музыке. Его и многие другие сохранившиеся предметы мебели и утвари, этажерку, стол, парту, детский стул космонавта принесли односельчане. Вещи при переезде в Москву отец Германа Степановича раздал землякам. Сберегли многое, и даже макет Спасской башни, собранный маленьким Германом. Титовы были очень гостеприимными, здесь всегда был полон дом народу, потому что приходили ученики, школьники к Степану Павловичу. А Александра Михайловна, она была гостеприимной хозяйкой, у нее всегда были вкусные, замечательные пироги, которыми она всех угощала, и ребятишек в первую очередь. И, конечно же, эту традицию мы тоже сохраним. Мы будем угощать наших гостей-посетителей душистым травяным чаем и пирогами. Во дворе дома сохранились яблони, которые посадил еще Степан Павлович. Из Ранеток сотрудники музея варят душистое варенье, которым будут угощать гостей дома Титовых. Анастасия Борисова, Екатерина Варкентин, Сергей Седых. Новости.